Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, значит воскресная рубрика! Сегодня мы находимся в селе Степной, у нас несколько раз в неделю есть такие выезды сюда. Но было минут там 15-20-30 в свободное время, думаю, возьму камеру, запишу воскресную рубрику. Уже две воскресенья, как-то без рубрик, как-то плохо. Несколько недель назад я был в Москве, как вам всем известно, и встречался с отцом Андрей Ткачевым. На самом деле беседа была очень интересная, мне кажется, что и полезная. Поэтому найдите в интернете, посмотрите, может быть вам что-то там пригодится. Но в этой беседе мы с ним обсуждали вопрос грехи церкви. Как он подчеркнул, грехи церкви это не грех внутри церкови, там как прерубедение, там не знаю, воровство или еще что-то. Это, конечно, понятно, что это такое, что-то плохо. Но грехи церкви это как раз те грехи, которые церковь, как учреждение, системно допускает в отношении своего прихода. В отношении тех, которых она должна воспитывать. И мы говорили с ним об одной из этих, скажем, грехи церкви. Это как раз в рамках или в области личное благовестие. Так сложилось, что или буквально, или просто культурным образом, корпоративная культура церкви навязывает такая вот идея, что дело евангелизации, дело благовестия, это дело определенных конкретных помазанных служителей, священников, пасторов или так далее и тому подобное. А ты там спасай свою душу и не лезь там со своими благовестиями кому-то. То есть как будто вот дело проповедовать и говорить Евангелие, рассказывать людям благое вести в Иисусе Христе, это не удел каждого рядового христианина. Я считаю, и мы разговаривали с отцом Андреем об этом, что в принципе эта идея, или опять же буквально это говорится, или просто как бы в воздухе такой настрой, она сильно подкашивает духовную жизнь христианина. Иисус говорил последнее его поручение перед тем, чтобы пойти на небо после воскрешения. Он говорил своему ученикам, идите до краев земли и благовествуйте, проповедуйте Евангелие всем тварям. Один из показателей того, что мы являемся учениками Иисуса Христа, это то, что если мы делаем ученики. И здесь хочу встать, подчеркнуть один момент. Конечно есть служителя, конечно есть пастера, те, которые так или иначе Бог особенным образом выделил для служения. Есть такой дар, называется дар евангелиста. И может быть у меня этого дара нет, или у тебя, но это не значит никак, что мы не должны выполнять служение евангелиста, или что мы не должны выполнять это великое поручение Иисуса Христа. Когда мы не говорим о Христе, когда мы не рассказываем своим соседям, близким, своим друзьям о вере, то как минимум три вещи в нашей жизни происходят. Первый из них, мы не послушны Христу. Иисус говорил, благовествуйте, иди до краев земли. И край земли начинается хотя бы с соседями, которые рядом со мной находятся на площадке, или с женщиной продавшицей в магазине. Это по крайней мере первый шаг в сторону края земли. И может быть я не стану каким-то там проповедником, который поеду куда-нибудь далеко, но я могу начать личное благовестие с тем, который меня окружает. Это первое. Второе. Мы как христиане говорим, что благая весть, вера в Иисуса Христа спасает нас от вечных мук, спасает нас от ада, дает нам вечную жизнь. И дает нам смысл жизни сегодня. Иисус говорил, даю вам жизнь, и жизнь избытка. Жизнь сегодня, со Христом Иисусом и вечной жизни. Если мы на самом деле верим в это, и окружают нас людей, которые не верят, которые не приняли покаяние, которые не строят отношения с Господом, то, наверное, просто любовь обязывает нам говорить им о Христе Иисусе. Если мы не хотим им говорить, ну значит, или мы не верим в это послание сами, или на самом деле у нас нет любви, у нас очень эгоцентрично. Третий это такой момент. На самом деле, когда мы говорим людям о Христе, мы сами получаем, ну, сверхъестественное духовное наполнение. Нету больше радости, чем когда человек на самом деле принимает веру, принимает Христа и начнет следовать, начинает этот путь следования за Христом, да. Ничего больше в твоей жизни не будет подстегивать твою веру, подкреплять его, чем того, чтобы рассказывать кому-то о Христе. Ты сразу здесь скажешь, Джайсус, ну, я не знаю, что ему сказать, как мне поделиться своей верой, как мне рассказать Евангелие. И, ребята, вот в этом и есть суть. Чаще всего мы учимся лучше всего, когда нам приходится кого-то учить. Я хочу вам предложить три простые шага, чтобы сделать личное благовестие просто обыкновенная часть вашей жизни, можно даже сказать, рутинная часть вашей жизни, чтобы она не была из ряду выходящей. Первый шаг – это помолиться. Каждым утром, перед тем, что вы уходите из дома на работу или в магазин, в поселок, в село или в город, просто перед тем, что вы выходите из дома, помолитесь простой молитвой. Господь, Отец Небесный, помоги мне сегодня рассказать кому-нибудь о Тебе. Свиди мой путь с тем, кто нуждается в том, чтобы услышать благовестие. Приготовь передо мной тропу, дорогу, чтобы я мог на самом деле рассказать кому-нибудь благое весть. Я хочу выполнить Твое великое поручение. Дай мне сегодня это сделать. Свиди мой путь с нуждающим человеком. Вот такая простая молитва настраивает Твое сердце и призывает помощь Святого Духа, самого Господа, чтобы Он пошел с тобой в этом хорошем деле личное благовестие. Второй шаг – это приготовиться. Нужно приготовить орудие благовестника. У нас в наше время предельно дешево стоит Священное Писание. То есть можно взять маленький Новый Завет с алтарями, это прямо очень недорого, и приготовить его, открыть обложку и на внутренней стороне написать Твое имя, фамилию, отчество, телефон контактный, адрес, куда ты ходишь в церковь, какое собрание ты посещаешь, какой храм, и, может быть, даже время службы. Теперь у вас есть готовое орудие благовестника. Положил его в дамскую сумку, в рюкзачке студенческий или в бардачке машины и пошел в мир. То есть два шага уже сделали. Третий шаг – это в течение дня спрашивать у людей, с которыми вы сталкиваетесь, как у них дела. Поздоровались с кассиршей, как у вас дела? Поздоровались с человеком в автобусе, как у вас дела? На вас посмотрят, как будто вы там немножко с ума сошли, особенно если вы в большом городе. Ничего страшного, Христа ради, можем быть немножко сумасшедшими. То есть спросил, как дела? И когда кто-то обязательно скажет, да так, не очень, да, можно поинтересоваться, а почему? И здесь вы услышите реально жизненные проблемы человека. Вы слушали и сказали, можно за вас помолиться, да? И искренной, простой молитвой помолиться Господу о проблемах этого человека. Сказать ему, я не знаю, как точно вам помочь, но я знаю, что Бог помогает, когда мы молимся. И я также хочу вам подарить новый завет. Читайте, вникайте, молитесь и пусть вас Господь благословит. Если вы к этим трем шагам добавите еще четвертый, это бонус-шаг, это очень хорошо. Выучите короткий рассказ на одну минуту, да, буквально на одну минуту. Что значит для вас Евангелие? Что значит для вас встреча со Христом? Что значит для вас быть христианином? Что является благою весть Евангелия для вас? И в этот момент можно еще им рассказать это. Но обязательно подарить новый завет, и там написано ваши контакты, и можете сказать, что вот, ребята, есть мои контакты там. И таким образом вы посеяли семя. Если вы сделали это один раз в жизни, результат, конечно, будет, ну, как один раз в жизни, да? Но если сделать это обыкновенной такой привычкой в вашей жизни, и два-три раза в неделю подарить кому-то новый завет, то, разбрасывая эти семена, рано или поздно семена Слова Божьего найдут почва, в котором они могут произвести веру. И как в притче о Сеятеле, семя, которая падает на доброй почвы, произрастает и в 30, и в 60, и в 100 крат. Ребята, нам это нужно, как минимум, как я уже говорил, для трех причин. Первая причина, это потому, что Сам Христос повелел нам, и просто потому, что мы не являемся, там, не знаю, священниками, пасторами, или служителями, не знать, что это, ну, исключает нас от повиновения Христу. Вторая причина. Любовь. Мы говорим, исповедуем, что мы любим ближних, и мы не можем любить их, если мы позволяем им идти в ад, вот, позволяем им идти в вечности, без услышания проповеди о Христе Иисусе, да? То есть, поэтому любовь принуждает нас. И третье, третье. Ребята, ты сам нуждаешься. Это подстегивает тебя, это поднимает твой уровень, такой чуткость, духовность внутри тебя, когда ты рассказываешь кому-то о Христе. Христос, Дух Святой, Бог, дает, ну, жизнь и силу тем, которые, на самом деле, благовествуют. Поэтому это очень сильно помогает тебе сохранить духовный такой вот, там, огонь, так скажем, да? То есть, именно такая ревность, когда ты благовествуешь и рассказываешь неверующим людям о Христе Иисусе. Я думаю, что эта практика, на самом деле, может изменить твою жизнь, и я надеюсь, что ты его применишь в свою жизнь. Спасибо вам огромное, что вы смотрели. Это была воскресная рубрика. Пусть вас Господь благословит на этой его прекрасной земле. И, ребята, напоследок, чуть не забыл. Свободная ФМ, это христианское интернет-радио, которое тут не только интернет-радио, она еще и вещается. Надземное радио. Свободная ФМ, ссылка в описании. Это прекрасная, хорошая ребята, которые занимаются христианским радиом. У меня даже там есть передача каждый понедельник. Весь из полей. Так что, прошу любить и жаловать. Пожалуйста, слушайте целую неделю Свободная ФМ. Назвидательно, хорошее христианское радио. Ну вот, все. Теперь все. Все, теперь конец. Все, до свидания.